МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Свободное скольжение. Как коммунальные службы борются с гололедом на улицах города? С заботой о братьях наших меньших. Судьба ветеринарной клиники в Старом районе. Очередная домашняя победа. Хоккейный клуб Саров-Инвест провел матч в рамках чемпионата области. Далее расскажем обо всем подробно. Неожиданно февральского оттепель и почти летний ливень посреди зимы сыграли недобрую службу. Тротуары в городе превратились в непроходимую полосу препятствий. При таких ледяных ухабах не спасают даже песок и реагенты. Избавлять горд от льда призваны сразу несколько организаций. ДЭП очищает улично-дорожную сеть. Центр ЖКХ – внутриквартальные территории. Скверы и пешеходные улицы находятся под ответственностью комбината благоустройства. И прошедший посреди зимы ливень, превративший город в настоящий каток, доставил им всем немало хлопот. Места, связанные с подходами к пешеходным переходам, это остановки. Естественно, они все убраны до асфальта. С улицами здесь ситуация и с внутриквартальными проездами несколько сложнее. По словам директора ДГХ, убрать весь лед с улицы дорог невозможно. Единственный способ, который помогает бороться с наледью – это песко-соляная смесь. В этом году количество смесей зарасходовали в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На настоящий момент израсходовано где-то порядка 1300 тонн противоуглоледными материалами. Это дорожные эксплуатационные предприятия на данный момент февраля. МОП-центр ЖКХ – 103 тонны противоуглоледного материала. В первую очередь стараются очистить подходы к остановкам и к пешеходным переходам с целью обеспечения безопасности жителей, а также к школам и детским садам. При этом задействован как ручной труд, так и специальная техника. На данный момент задействованы на уборке города пять бабкетов. Из них три работают с гидромолотом. В основном это все-таки проезды, въезды, выезды, потому что тротуары. Там достаточно происходит повреждение асфальта, если мы начинаем долбить. По тротуарам в основном принимаем ручную уборку. По словам специалистов Департамента городского хозяйства, борьба с гололедом на дорогах общего пользования и тротуарах ведется в две смены. Но уследить за всем невозможно. Поэтому, чтобы избавиться от катка возле подъезда, надо просто набрать номер 97768 и сообщить о своей проблеме. Налезь по регламенту должны устранить в течение трех суток. Мария Рунич, Константин Островский, Владимир Сеников, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Заманчивое смс-сообщение с информацией о выигрыше дорогой иномарки заставило доверчивого саровчанина отправить все свои личные сбережения на счет преступников. Воспользовавшись известной уже хорошо отработанной схемой, мошенники ввели в заблуждение молодого человека, в результате чего он лишился 10 тысяч рублей. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Несмотря на праздники, прошедшая неделя выдалась для сотрудников полиции относительно спокойной. Саровчане вновь распивали в общественных местах спиртные напитки и становились жертвами мошенников. Самыми серьезными преступлениями стали кражи. Одно из заявлений поступило от 38-летнего саровчанина. В течение месяца злоумышленники использовали его автомобиль в качестве бесплатной заправки. В течение января 2018 года у дома 36 по улице Силкино с принадлежащим автомобилем ВАЗ-2107 нестановленные лица похитили бензин. Периодички ездили, периодички не похищали бензин. Общая сумма 520 рублей. Еще одна кража была совершена в садоводческом товариществе «Союз». Из сарая одного из жителей были украдены дорогие инструменты. При этом злоумышленникам даже не пришлось выламывать двери или разбивать окна. Было похищено имущество на сумму 24 800 рублей. Из похищенного имущества бензопила и электроинструмент. Закрывался данный сарай на замок и рядом с входом на гвоздике висел ключик от этого замка. Еще три факта кражи было зарегистрировано в магазинах. Основным объектом правонарушителей стали продукты питания. Пироги и кофе похитили с прилавка. Открыто молодой человек. Что касается ситуации на дорогах. За неделю сотрудниками госавтоинспекции было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Пострадавших нет. Также задержано 9 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Мария Ирунечка, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. Теперь для успешного прохождения этой процедуры, помимо огнетушителя и знака аварии на остановке, автомобиль должен быть оснащен аптечкой. Также вводится запрет на установку окрашенных или бесцветных оптических деталей пленок на рассеиватель и фар. А при использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент образования завершил прием заявлений на сдачу ЕГЭ. Среди экзаменов по выбору традиционно наиболее предпочтительными для сдачи остаются два предмета – физика и общество знания. Причем физику с каждым годом выбирают все большее число выпускников, а индейское общество знаний упадает. Наименее популярные по-прежнему литература и география. Госдума приняла решение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года. Это значит, что россияне смогут в течение еще двух лет оформить дачные участки под индивидуальное жилищное строительство в упрощенном порядке, то есть без разрешения на ввод в эксплуатацию. По мнению авторов закона проекта, это позволит стимулировать гражданам строить большее индивидуального жилья. На этой неделе сарусские хоккеисты проведут первые домашние матчи из серии плей-офф. В рамках 1-8 финала высшей хоккейной лиги команда Игоря Веркин примет на своем льду «Красноярский сокол». Игры пройдут 27 и 28 февраля, начало в 18.30. Что будет с единственной ветеринарной клиникой в Старом районе? С таким вопросом в редакцию нашего канала обратились обеспокоенные хозяева домашних животных. По их словам, уже в марте ветлечебницу закроют, и многие питомцы останутся без единственного в городе рентгена и других необходимых диагностических аппаратов. Какова судьба ветлечебницы в Старом районе, выясняла наша съемочная группа. Уже неделю во всех социальных сетях активно обсуждается тема закрытия единственной ветеринарной клиники в Старом районе нашего города. Письменным уведомлением, полученным учреждением, сказано, что срок действия договора аренды помещений истекает 28 февраля, и из экономических соображений договор продлеваться не будет. Там нам определили срок до 14 марта освободить помещение. Но дело в том, что мы за это время даже реально физически не успеем ничего не найти. То есть, если нас закроют с 14-го, это все, клиники нет. Не первый день неравнодушные жители приходят сюда, чтобы поставить подпись в обращение, которое будет направлено в городскую администрацию. Среди них много пенсионеров, которым в силу возраста тяжело возить своих питомцев в ветклинику в новом районе. К тому же в закрывающейся лечебнице не только единственный рентгенаппарат для животных во всем городе, но и аппараты УЗИ, ЭКГ. И этот факт не может не волновать горожан. Пожалуйста, сделайте так, чтобы они остались. Иначе мы своими животными некуда нам идти. Вет лечебница в Старом районе арендует помещение у акционерного общества с 2013 года. За это время специалисты наработали постоянную клиентскую базу. В среднем за помощью к ветеринарным врачам сюда ежедневно приходит не менее 40 хозяев со своими питомцами. Но сегодня обстоятельства сложились так, что финансовые вопросы вышли на первый план. Сейчас арендная ставка по этому договору очень льготная, скажем так. Всего лишь 30 рублей за квадратный метр. Так как срок действия договора истекает, он продлен не будет. Будет заключен новый договор на новых условиях. Я думаю, что самым правильным вариантом продления, скажем так, арендных отношений на обсуждаемую площадь это будет проведение аукциона и заключение договора на новых условиях. Естественно, по законным правам компании Академии здоровья, преимущественное право на аренду никто не отменял, оно действует. Вопрос закрытия ветеринарной клиники в Старом районе остается открытым. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Петрунина, Владимир Есеников, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Военно-патриотическое направление занимает одно из центральных мест в воспитательной работе педагогов первого интерната. Будущие защитники Родины получают полезные знания и навыки, которые пригодятся им на службе в армии и в дальнейшей карьере в рядах вооруженных сил России. В преддверии Дня защитника Отечества воспитанники интерната приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница». Будущим защитникам Отечества не страшны ни февральские морозы, ни ссадины от ударов. Эти бесстрашные юноши выбегают на улицу в одной форме и показывают то, чему научились на занятиях по рукопашному бою. Сегодня школьники только готовятся защищать Родину, но они уже владеют основными приемами самообороны и знают, что такое настоящая мужская сила. Каждый ребенок, мужчина, должен постоять за себя. С этой целью у нас проводится занятие по рукопашному бою. Правила популярной военно-спортивной игры «Зарница» хорошо известны многим. Ребята делятся на команды, пришивают погоны и готовятся захватить знамя соперника. Но все это не ради азарта. Педагоги стараются донести до школьников важные и жизненные вещи. Патриотизм должен присутствовать в каждом воспитательном процессе, чтобы знали, что это действительно праздник военнослужащих, тех, кто служил, кто служит сейчас, ну и, соответственно, кто будет служить, чтобы детям действительно хотелось идти в армию. Две команды, два цвета погоны, только один победитель, но условный. После окончания игры они все равно пожмут друг другу руки и сядут в задние парты, изучать школьную программу и основы военного дела. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Российские хоккеисты подарили болельщикам настоящий праздник. Эта триумфальная победа в финальном матче Олимпиады не оставила равнодушным ни одного жителя нашей страны. Хорошими результатами на ледовой арене порадовали и хоккеисты клуба «Саров-Инвест». В очередном матче в рамках чемпионата области саровчане принимали команду «Волга». «Саров-Инвест» и «Волга» – лидеры областного первенства, поэтому болельщики изначально были настроены на яркие эмоции и красивую игру. И они ее получили. Хозяева льда завладели преимуществом с первых минут матча, но и гости не готовы были сдаваться без боя. И как результат – немалое количество забитых шайт в воротах обеих команд. 16-5 – итоговый счет на табло. В целом игра прошла неплохо, много возобилия. Как вы заветили, это мы уже на протяжении последних игр делаем. Минусы – это провалы все равно есть в обороне, пропускаем. Сегодня пропустили четыре шайбы, над этим надо работать. Победы не благодаря, а вопреки, так можно сказать, про команду «Саров-Инвест». Как новички они получают время для тренировок в Ледовом дворце по остаточному принципу. Два раза в неделю по часу с небольшим ближе к полуночи. И порой, чтобы подготовиться к матчам, ребятам приходится тренироваться на уличных коробках. С такими проблемами спортсмены из Воротынца не сталкиваются. Благодаря новому ФОКу им удалось сделать тренировочный процесс оптимальным. Занимаемся мы два-три раза в неделю. Льда хватает достаточно, условия для тренировок у нас, так сказать, хорошие. До строительства ФОКа условий не было, можно сказать. А сейчас растим молодежь и стараемся конкурировать с другими. Последний матч первого этапа первенства хоккейный клуб «Саров-Инвест» провел на выезде с «Кварцем». На бору развернулось настоящее ледовое побоище. Ни одна из команд не готова была уступить. Основное время завершилось с ничейным счетом 4-4. И только в овертайме хозяева льда буквально вырвали победу у гостей, прервав тем самым беспроигрышную серию команды «Саров-Инвест». Впрочем, главные матчи турнира еще впереди. В выходные стартуют игры «Плей-офф», в ходе которых и определится чемпион области. И первый матч второго тура команда «Саров-Инвест» проведет 4 марта дома против «Арзамаса». Начало встречи в 13.00. Вход с вами. В минувшие выходные на стадионе «Икар» завершился зимний чемпионат города по футболу. В турнире принимали участие 11 команд, представители различных организаций и предприятий. По итогам групповых матчей и игр серии «Плей-офф» определились претенденты на победу. Судьба первого места решилась в финальной схватке между командами «Динамо-ВЧ» и «Терем». Подробности в следующем репортаже. На стадионе «Икар» развернулась нешуточная борьба за титул чемпиона. Яркие атаки, динамичные передачи и острые моменты у обоих ворот. Весь матч команды шли на равных и не уступали друг другу. Победитель турнира определился в серии пенальти. На стадионе «Икар» развернулась нешуточная борьба за титул чемпиона. Яркие атаки, динамичные передачи и острые моменты у обеих ворот. Весь матч команды шли на равных и не уступали друг другу. Победитель турнира определился в серии пенальти. Золото зимнего чемпионата взяла команда «Терем». Решение создать свою футбольную сборную и участвовать в городских турнирах было принято всего год назад. Но, тем не менее, команда смогла дойти до финала. И даже обыграть чемпионов прошлогоднего турнира «Динамо. Воинская часть». Мы очень рады. Воинская часть – очень сильный соперник. Это ихний футбол, мужицкий. Очень уважаем эту команду. Очень хорошие игроки там собраны. Играют на высоком уровне, не только в городе. Я горжусь этим, что мы победили. И, в принципе, мы были неплохи по игре и чемпионы. Чемпионат города по футболу закончился, но организаторы уже планируют новый турнир. И совсем скоро болельщиков ждут захватывающие игры. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова